Продолжение следует... Так, Мариэл, отлично, пишите, не стесняйтесь, Сыктывкар, Новосибирск, Санкт-Петербург, Ярославль, все видно и слышно, Тюменская область, еще Санкт-Петербург, Мурманская область, Челябинская область, так, они не слышно, Удмуртия, Республика Башкортостан, не видно, так, ну вот сейчас я думаю, Алена Евгения присоединилась к нам, она подскажет, кому что нужно сделать, чтобы было видно. Видно и слышно, Екатеринбург, Орел, Иркутская область, так, 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 Владимир тоже с нами, видно и слышно, так, Усинск, Республика Комин, Москва, Иваново, все ок, Самарская область, Челябинск, Комсомольск-на-Амуре, Ярославская область, Так, постоянные слушатели подключаются, отлично, Тверская область, все видно и слышно. Сегодня мы поговорим про эффективные средства для речевой разминки на уроке английского языка. Нижний Тагил, Московская область с нами, еще я сегодня сделаю несколько интересных объявлений, которые, надеюсь, привлекут и вам понравятся. Также надеюсь, что, как и сейчас, вот вы активно пишете, будете также писать и в течение нашего сегодняшнего вебинара, потому что мы сегодня постараемся с вами активно пообщаться и даже поиграем, вот, поэтому обо всем по порядку. Так, ну, я думаю, сейчас все коллеги, которые не видят и не слышат, послушат Алену Гинну и, собственно говоря, перезагрузят все заново, потому что теперь в вебинар.ру есть функция, мы видим, у кого из вас слабое интернет-соединение, вот, все те, кто сейчас пишут, что нет видео и звука, в соединении пишут, что очень хорошее. Вот, Московская область тоже с нами. Хорошо, для тех, кто меня не знает, зовут меня Буров Илья Михайлович, ведущий методист издательства «Титул». Итак, давайте попробуем ответить и сами для себя, и, в принципе, на вопросы. Всегда ли нужна речевая разминка? Сколько по времени должна занимать речевая разминка? Сталкиваетесь ли вы с трудностями при проведении речевой разминки и с какими? Отвечайте, пожалуйста, на вопросы, я с удовольствием прочитаю, давайте обсудим, собственно говоря, вот эти вопросы. Так, Илья напишет, нужна минуты 3-5. Нужна речевая разминка, 5 минут, нужна 5 минут. Да, нужна особенно в начальной школе. Так, нужна, пишет Анастасия, не более 5 минут. Так, минут 5 Марина Константиновна, около 5 минут. Нужна 2-3 минуты, минут 5 до 5 минут в начальных классах. А дальше получается, что мне нужно, Марина Константиновна. Нужна минута 3. Нужно, конечно, 3 минутки. Так, от 3 до 5 минут в среднем все предлагают проводить. Вот, Мария стала писать уже о трудностях, трудностях в том, чтобы разнообразить способы ее проведения. Я думаю, что сегодня мы немножко приоткроем завесу тайным по этому вопросу во всех классах. Вот, Илья Савельева пишет, я не только в начальной школе провожу. Так, трудности возникают, когда хочется разнообразить разминку. Всегда есть проблемы с подбором интересных материалов для начала урока. Обязательно. В процессе урока необходимо несколько речевых разминок. Интересная мысль. Нужна у вас класса от 3 до 5 минут. Как придумать новое? Это, видимо, трудности. Есть такая проблема. Так, тоже трудности в разнообразии и подборе материала. Так, тогда сделаем такой небольшой подыток. Значит, в среднем мы все предлагаем и видим с вами, что речевую разминку нужно проводить в течение 3-5 минут. Да, как золотая середина. И, значит, что нужно ее проводить, скажем так, процентов 30 пишут, что в начальной школе у нас с вами. Все остальные пишут, что нужно проводить во всех классах. Да, вот сложно выработать привык и делать это каждый урок. Вы знаете, Наталья, у меня тоже такая проблема была, когда я преподавал. Действительно, все время казалось, что, может быть, стоит это время потратить на что-то другое. И поэтому, вот, действительно, с этой привычкой были проблемы. Безусловно, нужна во всех классах, пишет Анна Ивановна. Так, значит, и какие трудности сталкиваемся? Значит, самое популярное, это то, что сложно разнообразить, сложно, соответственно, что-то интересное подобрать. Вторая трудность, то, что сложно ввести это в привычку, поскольку я несколько раз уже это видел. Ну, вот, собственно говоря, все трудности, которые есть. Я, в принципе, так и предполагал, значит, сегодняшняя наша встреча будет крайне актуальной и полезной. Ну, что ж, давайте обо всем по порядку. Кстати, да, я сегодня постарался сделать так, чтобы наша встреча была в пределах часа, потому что еще лето идет, хоть и последний месяц лета. Вот, погода пока хорошая, конечно же, и хочется ее, поскольку вы находитесь в отпуске, ловить, отдыхать, чего я вам, собственно говоря, очень сильно рекомендую между просмотрами вебинара. Итак, речевая разминка – это важный этап урока иностранного языка, который помогает учителю вовлечь обучающихся в атмосферу иноязычного общения, заинтересовать их и настроить на предстоящий урок. Да, вот, а вот Наталья Котлярова проблем нет как раз с тем, как разнообразить. Вот, тоже интересная версия. Ну, видите, у каждого свои проблемы. Итак, то есть, очень часто мы разделяем понятие warm-up упражнений и речевые разминки, хотя на самом деле цель у них одна и та же, поэтому очень часто как раз warm-up упражнений и будут речевой разминкой. Еще бывает такая проблема, то, что мы речевую разминку пытаемся заменить на исключительно фонетическую разминку. Считаем, что вот оно наше все. Хотя фонетическая разминка – это одна из речевых разминок из огромного их вида, с которым мы тоже сегодня с вами познакомимся. Итак, речевая разминка в иностранной методике, они так и называются, warm-up упражнения. Этап урока, на котором состоится подготовка к изучению основного материала, включая это ответы на вопросы, предварительное обсуждение темы, игровые задания. То есть, помимо того, что есть у нас задача разговорить учащихся, есть еще одна задача – это ввести в тему урока. И, собственно говоря, ГОСТ нам о том и говорит, что учащиеся должны сами представлять, о чем пойдет речь на уроке. Мы их должны наводить на эту мысль. И речевая разминка может как раз решать и эту задачу. При выборе речевой разминки нужно придерживаться следующих правил. Придумать такое начало урока, чтобы вызвать у учащихся желание говорить по-английски. То есть, если мы придумали какую-то речевую разминку, которая не мотивирует учащихся, то заставить говорить, собственно говоря, на языке и участвовать в этом процессе учащихся будет крайне сложно. Связать речевую разминку с задачами урока. Это обязательно для того, чтобы, например, ввести их в тему урока, познакомиться с новым материалом, проверить что-то старое через речевую разминку. Помнить, что речевая разминка совершенно не подкрепленная. В последующем ходу урока просто теряет смысл. Необходимо сделать так, чтобы речевая разминка не была инородным телом. И тогда, собственно говоря, не будет проблемы. А вот до этого вопроса мы дойдем. Вижу комментарии. Это будет чуточку позже. Так, и, собственно говоря, если она не будет инородным телом, то и будет привычка проводить ее каждый урок. Да, вот буквально вы чуть-чуть меня опередили. Желательно подготовить несколько вариантов речевой разминки. Избранный вариант будет зависеть от обстоятельств, с которыми столкнется учитель, входя в класс. Ученики могут быть усталыми, пассивными или, наоборот, излишне возбужденными. То есть, конечно же, как я много раз говорил, нужно учитывать, после какого урока пришли учащиеся, в каком состоянии, может быть, у них перед этим была какая-то сложная контрольная по математике. И, конечно же, тогда их активность будет намного ниже, либо их, наоборот, придется еще больше заинтересовать. Поэтому всегда должен быть план А и план Б. И, собственно говоря, всегда я советую, даже когда вы готовитесь к уроку, всегда иметь два варианта урока и быть готовым к тому, что придется гибко подходить к проведению урока. Просто бывает такое, написали себе план, он шикарный, он замечательный, он крайне с высоким КПД, но мы видим, что не идет. Соответственно, нужно очень гибко подходить уже в ходе урока к проведению такого плана. Потому что очень часто бывает, что молодые специалисты в итоге ориентируются на то, какие советы им дали на открытых уроках, считая, что то, что они дают на открытых уроках, это самое лучшее, самое замечательное. Но на самом деле это совершенно не так. Потому что у современного открытого урока есть большая проблема, он очень сильно решает задачу шоу-перформанса в школе. Не устану я это повторять. К сожалению, это так. То есть оценивается не урок с методической точки зрения, понравилось или не понравилось, это администрация. Да, вот, как какое-то новое кино. Поэтому, конечно же, ориентироваться стоит на то, что конспект должен быть гибким и, собственно говоря, подстраиваться под то, что происходит. Но открытые уроки действительно очень часто выглядят крайне искусственно. Собственно говоря, по-другому они выглядят не могут, потому что всегда присутствие каких-то дополнительных людей, тем более из администрации, это стресс как и для учителя, так и для учащихся. Но они еще более искусственно выглядят, потому что это все очень старательно подготовленный перформанс. Я, допустим, поскольку волю и судьбу провел огромное количество открытых уроков, уже знал, кому из проверяющих, что нравится, что не нравится, и совершенно не обращая внимания ни на план, ни на темы, готовил их именно так, чтобы, собственно говоря, именно этим людям все это понравилось. Содержание формы речевой разминки всегда будет зависеть от цели урока. Допустим, если у нас цель изучения какого-то грамматического материала, то речевая разминка должна быть связана именно с поддержанием этой цели. Или если у нас цель поговорить о какой-то глобальной или неглобальной проблеме, то упражнение должно подводить именно к этому. Ступени обучения, такие фонетические, прошу прощения, речевые разминки, как в начальной школе, мы не сможем провести ни в средней, ни в старшей, потому что это будет крайне неактуально. Точно так же и наоборот. Уровно знаний учащихся, потому что если у нас с вами слабая группа, то пытаться вывести ее на небольшую дискуссию будет крайне сложно, и, собственно говоря, это будет неверно, потому что это просто начнется потеря времени. Содержание урока. Я, в принципе, говорил уже, когда говорил о целях урока, то есть что у нас по содержанию будет проходиться. Значимы для учащихся события и новостей в мире, в стране, в школе. То есть если что-то происходит в мире прямо сейчас, в данный момент, и это очень сильно волнует учащихся, то, конечно же, на речевой разминке можно, например, обсудить данные вопросы. Особенности физического и эмоционального состояния учащихся. Это тоже все может быть, и, собственно говоря, это тоже нужно учитывать. Потому что, вы знаете, я почему-то не сразу вспомнился один день в институте, когда в Москве произошли печальные события в метро, и, собственно говоря, у нас преподаватель отреагировал сразу же на эти события. У нас была возможность смотреть, что показывают по BBC и CNN, и, собственно говоря, мы это смотрели, обсуждали. То есть был такой гибкий подход к происходящим, потому что ни о чем другом говорить просто было невозможно. Потому что я знаю, что есть учителя, которые никак не реагируют на те события, вообще на все, что происходит вокруг, и строго идут по плану. Ничего хорошего именно на уроках английского языка это не дает. Если за окном началась резкая гроза, а мы в средней школе, то, конечно же, имеет смысл ее обсудить, даже если это не совсем относится к теме урока, потому что просто воспользоваться данным случаем. Итак, вот мы как раз дошли до того, о чем коллеги уже писали в чате чуть раньше. Соответствуют или нет вот такие речевые разминки целям и задачам, которые мы преследуем изо дня в день. Когда может происходить примерно вот такого рода диалог? Вот такие небольшие диалоги будут соответствовать целям и задачам речевой разминки, скажем так, каждый урок. Или же как вообще? Давайте обсудим. Или же, например, такая речевая разминка будет подходить только в очень определенных случаях. Так, Инна Савельева пишет, нет, наверное, не всегда. Мария пишет, есть тема погода, природа или грамматическая present simple? Так, лежачая, умирающая бабушка, такие вопросы задает. Вот Наталья Котлерова пишет. Да, present continuous, конечно же, да, согласен. Но на каждом уроке. Так, вот, наверное, шутка про бабушку нравится, да. Да, когда тема, абсолютно согласен с коллегами, что когда мы проходим тему о погоде, либо когда мы проходим present continuous, и, в принципе, очень близки к теме о погоде, то это будет очень даже актуальным. Но это примерно у нас с вами четвертый класс. Плюс-минус. Дальше, конечно же, и раньше эта тема не вызовет никакого интереса и, собственно говоря, не будет совершенно актуальным. Поэтому, ой, я просто прекрасно помню свои уроки. В школе английского языка очень нас любили минут по пять, по семь спрашивать на тему погоды сегодня. И, собственно говоря, никакого результата это все не приносило. Действительно, учащихся может возникнуть ассоциации по поводу как раз вот такой бабушки. Да. Вот. Давайте посмотрим на следующий пример. Точно так же, соответствует или нет. Вот сейчас мы структуру, структуру таких в песенках только отрабатываем, там хоть весело, но и физкульт-минута. Ага. Видите, вот тоже такой интересный подход. Подход про песенки мы тоже сегодня поговорим. Такой может быть диалог в качестве речевой разминки. Скажем, такая классика достаточно популярная. Да, в рамках темы school, вот Елена уже отвечает, может быть, тоже при определенной теме. Иногда можно спросить, если, например, мы возвращаемся к теме школы, домашнее расписание или что-то такое. Или при переходе к проверке ДЗ, а если отвечу, что не сделал, спросить, почему на английском языке, если он скажет и назовет какую-то толковую причину, то и скажет, что это хорошо на английском языке, то почему бы и нет. Так, present perfect, когда проходим. Так, это же самая бабушка, но здорова и пришла встретить ребенка из школы. В принципе, да. Да, вот Алена Гейн тоже предлагает продолжить разминку про вопрос на причину, если скажет, что не сделал. Как водно закрепляющий диалог. Так, чтобы узнать расписание причинных поведения. Так, хорошо. Да, то есть, если это актуально с точки зрения темы, либо с точки зрения выяснить, какой у них был предыдущий урок, сделать это на английском языке, то почему бы и нет. Но в качестве, скажем так, постоянной такой речевой разминки, как это часто бывает, конечно же не стоит. То есть, проходим тему расписания или школы, тогда да. Хотим повторить эту тему, почему бы и нет. Но когда это начинает быть ответом дежурного изо дня в день, то, конечно же, уже не стоит, потому что это не будет иметь никакого смысла. Еще последнее, да, соответствует или нет. Да, конечно же, скучно. Но для степени сравнения и для изучения месяца подойдет. Да, кому это все интересно, но грамматика – да. Так, нет, если степени сравнения не проходим. При изучении степени сравнения. Так, вот действительно, вы абсолютно правильно пишете, что когда мы проходим степени сравнения и хотим напомнить тему погоды, то, конечно же, это все будет актуально. И если же мы не проходим эти темы, то или же, допустим, из урока у урока начинаем задавать одни и те же вопросы, то, конечно же, имеет смысл прекратить такую практику, потому что выглядеть это будет крайне искусственно, неактуально, и не будут достигаться цели речевой разминки. Действительно, будет какой-то лишний элемент на уроке. Да, можно и более интересную лексику применить при повторении тех же степеней. Да, конечно же, можно. То есть, всему свое место, время и, собственно говоря, актуальность. Да, дети любят, когда в разминке неочевидные вещи, даже редикулы. Ну, то есть, смешные. Мы к этому вопросу тоже подойдем. Какие бывают, в принципе, виды речевых разминок? Лексическое, когда в качестве лексической речевой разминки можно использовать, например, игру «Снежный ком», когда каждый ученик добавляет по одному слову к изначальному предложению. Учитель предлагает модель предложения, показывает пример. Ну, я взял вот такой пример. A lady went to the market and both perhaps a pumpkin. Ученики продолжают добавлять по одному слову к преданию, повторяя при этом все предыдущие варианты. Задание способствует многократному повторению, запоминанию порядка слов в предложении, прошедшие формы неправильных глаголов, went, both. Отрабатывается лексика на определенную тему. Ну, то есть, вопрос можно придумать совершенно разным. Смотрите, как это все можно сделать. Обычно «Снежный ком» очень не любят, поскольку у нас с вами примерно 20, а то и больше человек, и, соответственно, это все превращается в бесконечность. Почему бы не сократить это все на группы до 5 человек? Да, то есть, 5 человек разыграли. Вот такой один вопрос, потом также действует следующий. Тогда это все должно проходить достаточно быстро, просто и понятно. Да, поэтому, потому что действительно «Снежный ком» очень хорошо работает. Особенно в начальной и в начале средней школы. Да, поскольку, конечно же, в старшей школе или в ВУЗе это будет крайне неактуально. Так, вот Эльмир расходов пишет «Скучно, потому что скудный запас слов учеников, преподающих в ВУЗе, там легче, интереснее все проходит». Вы знаете, я в ВУЗе не преподавал, но хорошо помню свои студенческие годы, преподавал в колледже. Там немножко, я думаю, что в первую очередь причина в другом, а в том, что у студентов уже появляется чувство такта, и они не так яро показывают свои эмоции. Но действительно, да, когда у них шире словарный запас, то все проходит намного интереснее. С этим согласен. Но не стоит забывать, что во многом у них просто возникает чувство такта, и поэтому они не подают виду. Что, собственно говоря, это интересно или, наоборот, скучно. Виды речевых разминок. Дальше. Грамматическое. Помогает закрепить определенную грамматическую тему. Работа может строиться в вопрос на ответной форме. Например, ученики встают в круг, бросают друг другу мяч и поочередно задают вопрос. Допустим, изучили present perfect. Have you ever been to London? Это как пример, да. Вообще, работа с мячиком будет очень хорошо проходить. И в начальной, в средней, в старшей школе, как это не парадоксально бы звучало, это очень хорошо мотивирует, это очень хорошо дисциплинирует. Это то, что мы, например, в божатском проще называли как вечерние свечки. То есть, это тот же самый фокус, когда, собственно говоря, регуляция ответов происходит благодаря какому-то предмету. Плюс концентрация внимания, потому что мячик может прилететь в самый неожиданный момент. Диалоговая. Когда речевая разминка идет на английском языке и помогает выработать навык формирования разных типов вопросов, а также краткого лаконичного ответа. Учитель предлагает ученикам карточки с описанием ситуаций и распределением ролей, когда мы, например, проводим небольшую ролевую игру. Если у нас учащийся уже готовый, либо это очень короткая ролевая игра, почему мы, собственно говоря, не воспользуемся вот такой речевой разминкой? Вот, Анастасия пишет. Мячик – универсальный инструмент, разнообразит любые упражнения. Да, поэтому совершенно не стоит стесняться его использовать. Есть такие совершенно замечательные мячики из поролона, которыми невозможно испортить какие-либо предметы и, собственно говоря, кого-то покалечить. Если использовать их, то все очень быстро и весело проходит. Как такой супербюджетный, но тоже удобный вариант, можно сделать такой мячик из бумаги. Точно так же не будет приносить никаких увечий. Вот, Мария пишет. Я использую массажность с пупырышками, еще и здоровье в сбережении. Да, и еще и работа с кинестетиками. Тоже вот, пожалуйста, почему бы и нет. Вот, Накаля пишет. Да, старый добрый мячик интересен и эффективен во все времена. Кстати, диалоговую речевую разминку тоже можно проводить при помощи мячика, когда вы или ученик задает вопрос, и тот, у кого в руках мяч, должен ответить и задать следующий вопрос. Например, мне кажется, это уже не разминка, а часть основного урока. Нет, почему? Но это может быть и разминкой. Так, еще есть речевая разминка для закрепления произносительных лексических и грамматических навыков, когда идет, например, беседа учителя с классом или учащихся с товарищами по классу по теме пройденного урока, толкование пословиц, цитат, толкование значения слов или пословицы, подбор синонимы или антонимы, нахождение лишнего или общего слова, перефразирование. Это тоже все может быть речевой разминкой. Да, вот Галина Тюкулева пишет, а у меня вместо мячика кубик из бумаги. Да, почему бы нет, главное все это использовать. Можно... Да, в чем цель разминки от этого материала? Да, мы с этого, собственно говоря, начинали. Давайте повторим еще раз. О том, что очень важно понимать, какая цель урока будет, да, скажем так, от нее отталкиваться, какие задачи ставят перед уроком и, собственно, попробовать включить решение этих задач и достижение этих целей урока в речевую разминку. От этого будет зависеть выбор речевой разминки и ее, собственно говоря, использование. Можно, например, когда мы хотим... разговаривать учащихся по той или иной теме, использовать short funny sayings. Попробуйте обсудить, да, именно эти высказы. Не согласны, не согласны, что могли бы добавить, почему так. Такая небольшая дискуссия на пять минут. Без каких-то строгих правил и желания прийти к какому-то общему выводу. Например, можно использовать такие по теме еда. I am on a seafood diet. I see food and eat it. Да. Почему это все так, собственно говоря, придумано, да, в чем, собственно говоря, веселость этой, например, этого высказанного согласно или не согласно. То есть тут можно выбрать очень много разных направлений для обсуждения данного высказания. Либо такая, допустим, когда мы проходим профессии или моду. I don't need a hairstylist. My pill gives me a new hairstyle every morning. Да, тоже такое интересное высказывание, которое вызовет явный интерес. Я думаю, что где-то класса с седьмого-то точно. Именно второе высказывание. И опять-таки можно будет все это обсудить. Еще одно. I am not lazy. I am just very relaxed. Тоже очень хорошее высказывание. Так, что сделать с этим высказанием? Ну, я уже начал говорить, давайте сейчас дочитаю и это выскажу в общем. Или такое высказание. The road to success is always under construction. Что можно делать с этим высказанием? Хороший вопрос. Можно, например, обсудить, почему они, собственно говоря, такие смешные. В чем суть? Это с старшим классом. Можно обсудить ту тему, которая связана с ними. Например, по последним высказаниям, это будет тема достижения успеха. Она проходится в старших классах, либо в девятом классе. Да, прокомментируйте следующее утверждение. Именно так. И, собственно говоря, обсудить, да, почему же путь к успеху очень часто все время находится на реконструкции. Или в конструировании. То есть, именно так. Опять-таки, да, действительно, согласен с Марией. Можно использовать вначале для того, чтобы дети догадались, какую тему будем проходить, чтобы дети сами сформулировали тему урока ПАВГОС. Да. Ну и хотя бы, пишут, а не надо про путь к успеху. То есть, все это действительно может быть и именно так работает. Факт, что у таких веселых высказываний будет стопроцентный успех в плане того, что они будут заинтересовывать учащихся. Причем, такие высказывания можно действительно подобрать и как к начальной школе, так и к средней, так и к старшей. И, собственно говоря, все это будет работать. Так. Вот пошел у нас в чате спор. Коллеги, проводите ли вы фонетические зарядки в старших классах? Так. Кажется, что фонетические лучше разминки делать. Вот. Татьяна Сергеевна пишет. Пророжу при ознакомлении с новой лексикой. Слова отработать, которые будут на уроке звучать. Кто-то не делает. Да, фонетическую зарядку можно делать и достаточно кратко. Допустим, по тем словам, которые вы проходили на прошлом уроке, повторить или будете повторить. Но на это не стоит все-таки тратить больше, скажем, одной-двух минут. И, собственно говоря, это тоже важно. Потому что фонетика важный момент. И не стоит его запускать. Но, опять-таки, это можно делать и на практике. Потом повторять те моменты, которые были произнести, но неправильно. Можно фонетическую зарядку делать где-то в течение урока. Почему бы, собственно говоря, и нет. Да, это не разминка, а введение новой лексики и разные вещи. Согласен. Так. Ну что ж, давайте двинемся немножко дальше. При подготовке разминки необходимо тщательно подбирать материал для занятий, основываясь на оценке психологической и педагогической обстановки в классе, как мы уже с вами говорили. Упражнения должны способствовать развитию кругозора учащихся и пополнять их активный словарь. Следует выполнять упражнения регулярно по несколько минут в начале занятия. Постепенно двигаться от простого к сложному, давать учащимся возможность творчески выражаться, проявлять любопытство. Помимо этого, кстати, вот про фонетические зарядки. Хочу сказать, что если у учащихся хорошо поставлено произношение уже с начальной школы, и вы не упускаете этот момент в ходе обучения, то, поверьте, никаких проблем на экзаменах и у ГЭИ, и ГЭИ у них не будет, потому что они все время за этим следят. Вы за этим следите. Вы, допустим, после какого-то ответа в конце поправляете, просите их повторить те слова, которые были произнесены неправильно. Вы с ними время от времени отрабатываете сложные звуки. Не обязательно это все делать во время речевой разминки. Это можно делать и на других этапах урока, допустим, в рамках и как плюсом здоровья, сберегающих технологий, чтобы отвлечься от тетради, от учебника и от доски, и просто проговорить что-то вслух. Давайте попробуем провести вот такую речевую разминку. Я вам подготовил, когда мы загадываем какое-то слово. Ну, соответственно, подбираем картинки по теме, да, и говорим, скажите, пожалуйста, на английском языке, что же изображено на данной картинке? Догадаетесь ли вы, кто это? Так, Розанна Валиевна, гусь приходит, 8% считаются огромным количеством ошибок. Так, is it a lizard? No, it isn't. Tattoo, да, абсолютно верно, это черепаха. Вы сейчас увидите, да, но я думал, что, мало ли, может быть, мы будем дольше отгадывать. А отгадывать, да, можно еще отгадывать, еще есть модальные, it must be, да, почему бы и нет. Это черепаха, абсолютно тартоус, да, абсолютно правильно. Давайте еще следующее слово попробуем. Итак, что же у нас на картинке? Как вы думаете, что же спрятано? Ну, допустим, та тема была train, поезд, да, действительно train, быстро, да, a truck, no, it is not a truck. Так, действительно, это поезд, я надеялся, что вы дольше подгадываете, потому что это такая новая модель, но вы быстро догадались, действительно, это поезд. Что тут отрабатывается? Допустим, та лексика, которую вы проходили на прошлом уроке. Или же, например, вы вводите в тему нового урока, да, напоминайте им те слова, которые, собственно говоря, вы проходили на, которые будут связаны с темой нового урока. Да, можно поработать с models of prediction, да, можно поработать с грамматической точки зрения, попробовать задавать наводящие вопросы, да, получится. То есть, тут версий много, но факт, что, допустим, в начальной и в средней школе это точно будет пользоваться успехом, вызывать интересы учащихся, и, соответственно, пойдет у вас активная работа. Ситуации вы можете задавать совершенно любые, не просто, да, как я, поскольку у нас ограниченные по времени, и мы с вами работаем дистанционно, скажем так, крайне ограничивая вас в ответах. Но можно, опять-таки, например, что можно задавать, допустим, показывать меньшее количество картинки и предлагать, задавать дополнительные вопросы, чтобы попробовать все это отгадать. Можно, опять-таки, просить описать сначала то, что они видят на картинке, на этом кусочке. Да, продолжить можно описание картинки в экзаменационных форматах, допустим, когда мы ее полностью раскрыли, да, когда надо по плану описать, допустим, данную картинку. То есть, тут мы ограничены только своей фантазией, да, и, собственно говоря, картинки это будет то, что очень хорошо будет, собственно говоря, у нас с вами работать. Проходим, например, тему поп-культура, но почему бы не предложить им отгадать, собственно говоря, своих любимых артистов. Можно есть такие программы, которые преображают лица людей, любые картинки во всякие совершенно непонятные формы, и тоже нужно все это попробовать догадаться сделать. Очень хорошо, я думаю, пойдет. То есть, тут нужно, главное, картинки по тематикам подобрать и абсолютно пишут, как Розана Валеева. Точно понимаешь, что же будет отрабатываться. Вот, да, кстати, отличная идея. Есть действительно приложения, которые состаривают картинки. То есть, можно попробовать так и одноклассников позагадывать, когда мы, допустим, проходим тему семья. Себя, допустим, состарить и предложить им угадать, что это именно вы. И все в таком духе. Да, детям интересно, потому что актуально, вот, Людмила Григорьевна пишет, что это так и делаем. Видите, вот, кто-то уже делает, практикует и уже знает, что такая практика крайне зарекомендовала себя. Можно рисовать по частям, например, фрукты и овощи, чтобы дети спрашивали, например, do you like? Да, можно, конечно. То есть, тут мы совершенно неограничены идеями, самое главное, не пытаться себя ограничивать. Да, можно использовать силуэты, чего или кого угодно. И пазлы, абсолютно согласен. Да, такие, и они, по-моему, сейчас уже даже онлайн составляются. У нас в обучении компьютерных программах, насколько я помню, тоже есть пазлы. Так, да, силуэты, кстати, очень часто используются. Тоже очень такая интересная идея. Программ онлайн в интернете для этого много, и это занимает 5 минут нашей подготовки. Не стоит забывать, что в свое время тоже надо любить и ценить. Поэтому, собственно говоря, тут моя задача есть только вас навести на все эти мысли, а дальше вы уже, опять-таки, по ситуации придумаете все, я думаю, что и сами. В учебниках тоже есть такие интересные предложения по, собственно говоря, речевым разминкам. Вот Розан Валеву пишет. Сейчас научит так, чтобы что-то было отработано автоматически, скачет с одного на другое. Вы знаете, это вы, видимо, больше преподаете в ВУЗе, нежели в школе, или же, скажем так, вам более близка модель обучения в ВУЗе. Есть такое ощущение, что в школе скачут галопом по Европам, но, на самом деле, не мы такие, жизнь такая. Да, есть у нас и требования в ВУЗ, которые, и примерных программ, которые это требует от нас. И, собственно говоря, мы работаем в этих рамках. Да, но если увидеть четко, какую же линию, допустим, автор прорисовывает в учебниках, акцентировать все на тех моментах, которые нам требуются, то тогда не будет ощущения, что мы скачем галопом по Европам. Да, можно всегда дополнить учебник под себя, под детей, под их нужды, и, собственно говоря, сократить какой-то материал, потому что каждый автор закладывает n-ный процент, избыточной информации, которую мы можем адаптировать. Приходится многое пропускать. Да ничего вы не пропускаете, потому что каждый автор, когда пишет учебник, закладывает туда избыток информации, потому что все прекрасно понимают, что у кого-то группы сильные, у кого-то слабые, а вы должны быть обеспечены полностью материалом. Да, поэтому пропускайте, если видите, что это не нужно на выходе. Итак, пример из мили для второго класса, где нам нужно посмотреть на картинки, прочитать, что на них написано, и дать, собственно говоря, дефиницию. Тоже очень хорошее упражнение, которое используется здесь в качестве речевой зарядки и вводит в тему урока. Так, для этого, опять же, необходимо время. Да, избыточность дает возможность выбора. Абсолютно верно. А если много часов? Да, это прерогатива авторов учебников. Сделать его удобнее. Поэтому они, собственно говоря, стараются сделать с избытком информации. Так, хорошо. Да, времени действительно часто не хватает. Речевая разминка направлена на развитие критического мышления. Это уже будет пример из New Millennium English для 11 класса, где нам предлагается посмотреть на картинку и ответить на вопрос. What is the cat doing and why? Тоже такая интересная картинка, да? Кошка там прыгает. Происходит такое действие. Можем мы это все обсудить в рамках темы Mysteries of the Animal War. Использование песен тоже будет крайне полезным, например, когда мы проходим во втором классе с учеником Миле тему цвета. Ну, в первую очередь, цвета радуги. Да, и нам предлагается спеть песню I like butterflies, где, собственно говоря, все эти цвета проиллюстрированы, отмечены нужными цветами. И мы можем, собственно говоря, с этим поработать. Вот Юлия пишет, напоминаю, что по ГОСТу мы должны научить учиться, дать основные направления, а остальные ученики будут сами, если захотят. Да, в принципе, об этом в глобальном формате так и говорится. Вот Мария Константиновна пишет, да, мы поем эту песню. Так, ну, опять-таки, если другой учебник, никто не мешает использовать вас все равно в какой-то момент и этот учебник. Можем использовать песни из такого пособия, как Songs and Poems for Junior School. Есть пособие, мы сегодня увидим примеры из Songs and Poems for School. Да, соответственно, начальная, средняя, старшая школа. Например, песню Super Cat. Да, мы можем использовать в качестве речевой разминки, мы можем ответить на вопросы по этой песне. Или же, допустим, на прошлом уроке мы немножко хотя бы разучили эту песню, а на этом уроке мы уже отвечаем на вопрос и снова поем эту песню. Это будет хорошая и фонетическая, и речевая разминка в одном лице. И, собственно говоря, будет проходить очень бодро, особенно, если дети уставшие, спели песню, немножко передохнули и пошли снова дальше заниматься тем, что необходимо в классе. Здесь, кстати, отрабатываются грамматические структуры, два гулка, поэтому по тематике тоже все очень удобно можно перестроить. Проходим тему времена года, месяцы. Очень хорошо подойдет песня Month of the Year. Да, песня поддерживает интерес, плюс здесь есть энное количество упражнений, практически каждое после знакомства с песней мы можем использовать как речевую разминку, задать какие-то вопросы. Благодаря их тут много ответить на вопросы. Все это очень хорошо работает. Вот, когда была первая пара в субботу, всегда начинались песни занятия со студентами, а то они спали бедно. Вы знаете, я в колледже работал по субботам, но колледж был технический, было очень много мальчиков, мальчиков. Соответственно, песни как-то у нас на не пошли. Мы начинали с кофе, благо была столовая, и это тоже очень хорошо помогало, потому что я им разрешал заниматься с кофе прямо на паре. Ха, тут лучше бы еще никто ничего не придумал, но все зависит от того, какая группа. Для мальчиков рэп-баттлы, да, кстати, можно, почему бы и нет, если они этим увлекаются, с техническими колледжами, там все очень специфически происходит. В New Millennium Image можно встретить такое предложение, упражнение, где нам нужно просто ответить на вопросы. Why do we write reviews? What do these reviews include? Do the reviews tell us what happened at the end? And why? Да, тоже такая интересная тема, когда мы проходим книги, когда мы проходим обсуждение вот различных таких вещей, как речевая разминка могут подойти вот эти вопросы, чтобы было все коротко, понятно, быстро выяснили мнение в классе и пошли дальше. В happyenglish.ru тоже можно найти интересные песни, например, в седьмом классе вот такая песня нам предлагается, которую также мы можем использовать как фонетическую речевую разминку. Мозговые штурмы в качестве речевой разминки, начиная со средней и, конечно же, в старшей школе будут просто идеальны в качестве речевой разминки. Например, в данном случае мы изучаем тему в New Millennium English Sweet Smell of Success и нам предлагается распределить по важности, что будет помогать нам в достижении успеха. Вот такие параметры и, собственно говоря, объяснить свою точку зрения. Тоже буквально на 5, ну максимум на 6 минут, но это будет время, проведенное с пользой, они войдут в тему урока и, собственно говоря, вопрос речевой разминки, введения в тему урока, все это будет решено. В happyenglish.ru для 9 класса можно встретить задания, которые помогают и поработать и над речевой разминки, и развитием критического мышления. Также тема о успехе. Сдается такой вопрос. Would you like to be successful in your career? Do you have a plan for how to do it? What is important to be successful? Опять-таки даются критерии, можно их все распределить, можно ответить на вопросы. Интересное будет обсуждение на 5-6 минут, и это будет очень хорошая речевая разминка для уже практически для старшей школы, потому что в девятом классе они уже очень у нас с вами взрослые. В десятом классе, опять-таки, warm-up упражнение, которое предполагает ответы на вопросы. Why do you think these people are living here? How do you feel about them? Do you want to help them? Да, вот, пожалуйста, мы можем ответить на вопрос, таким образом войдем в тему, которая предполагается, Fighting for Life, и сможем дальше уже о ней говорить. Использование песен, да, вот еще раз вернемся к ним. В старшей школе у нас песни, соответственно, будут с содержанием для более старших. Это, например, очень многим нравится песня Pilegreens Song, которая предложена здесь, или же The Maple Live Forever, когда мы проходим страны и знакомимся с Канадой, как англоговорящей страной. Все это также можно использовать. Можно вспомнить алфавит даже и в средней школе. Есть у Кларса Акномеряна и уникалфон The ABC Song. Да, если они забыли алфавит, можно, собственно говоря, речевую разминку провести именно в таком формате, и заодно будет еще и фонетическая разминка. Прежде чем перейдем к следующему примеру, вижу, вы обсуждаете рэп. Так, ну, так, конечно, только подача другая. Значит, про рэп, да, действительно, в чем-то они напоминают чанты, и вообще все современные веяния всегда можно использовать в своих целях. Я об этом на вебинарах очень много, на каждой теме практически говорю. Собственно говоря, надо быть в курсе того, что им нравится, чем они интересуются, и рэп это в том числе, поэтому, конечно же, можно и использовать его. Так. Мелкий текст, ну, знаете, мелкий текст в основном у меня на слайде, потому что площадка очень сильно все это дело уменьшает. Так. Угу. Да, такие упражнения затрагивают чувства, ребят, поэтому материал хорошо усваивается, абсолютно согласен. Да, в первую очередь запоминаются эмоции, собственно говоря, выходя из школы, мы запоминаем те эмоции, которые мы испытали, которые были испытаны при нас, и это очень важно. Можно использовать в старшей школе вот такие речевые разминки, когда мы либо напоминаем, либо вводим новую лексику, я бы даже сказал, скорее активизируем новую лексику, когда нам предлагается сгенерировать различные словосочетания и объяснить, если они какие-то у нас с вами unusual. скажем так, нетрадиционные, непопулярные. Да, здесь специально, вот абсолютно верно, Наталья Котлерова заметила, interesting, fascinating используется с профессиями как раз для того, чтобы были такие unusual combinations. Кто-нибудь обязательно их возьмет, возможно, потому что не будет понимать смысла этих слов, и когда ему нужно будет объяснить, он все-таки узнает, что же эти слова означают, особенно про фаскин-митинг, я имею в виду. Либо наоборот, да, это задание можно скопировать, пожалуйста, без каких-либо проблем, я даже сейчас курсов уберу, презентация, она тоже останется, я уже несколько раз его показывал. Такие упражнения вы можете придумать и сами, по любой теме, хорошо, и лексику отработает, и опять-таки выведет на общение, если вы заложите туда какие-то просочетаемость, но тут опять-таки в формулировке можно брать в том варианте, как вам нравится, как в какой-то мере их редактировать, а вот это задание мне понравилось. Да, задание действительно очень интересное, очень такое бодренькое, и оно выводит на обсуждение, да, потому что если мы, например, считаем, что можно сделать сочетание фаскин-эйтинг-контактов, да, то стоит объяснить, в чем же профессия кондуктора у нас с вами будет увлекательная, да, в чем же там экшен. Я не устаю рассказывать случаи, когда мне учащийся рассказывал, что ему не нужен английский, он станет водителем троллейбуса, и очень долго действительно, собственно говоря, поддерживаю эту мысль, с ним очень много спорили у одноклассники, все это было на английском языке, поэтому смысла останавливать не было никакого. Вот. И вот, собственно говоря, в таком духе можно, да, необычное сочетание привлекает внимание, то есть есть проблема, которую можно обсудить именно в таком задании, и в этом его суть, да, это с одной стороны познакомить с лексикой, либо активизировать лексику, чтобы она именно вошла в активную речь на данное время, но они же могут запомнить несочетаемые, вот в этом наша с вами задача состоит, что если есть какие-то несочетаемые выражения, то стоит привлечь их внимание, попробовать дать им объяснить эти выражения, и, собственно говоря, таким образом расставить все на места. Так, были вопросы, значит, где можно будет найти данный вебинар, на EnglishTeachers.ru будет выложена и видеозапись, и презентация уже в ближайшие дни, как всегда, вообще всех приглашаю на EnglishTeachers.ru, в конце будет еще раз я напомню ссылку, так, так, еще, по-моему, был вопрос, да, скопировать, как я говорил, можно, вот такие задания может из вас каждый, каждому уроку совершенно спокойно сделать, это не займет, поверьте мне, много времени, особенно, когда вы набьете руку. Давайте попробуем подвести итоги в виде рефлексии, придерживаясь некоторых простых принципов в урок, возможно, включать эффективные, интересные речевые разминки, если вы согласны, еще раз напомню, не согласны, хотите что-то добавить, обязательно напишите об этом, я не истинно в последней инстанции, и, собственно говоря, именно так мы сможем с вами вместе понять, все ли было хорошо, или что-то я упустил, и все в таком случае. Речевая разминка обязательно должна быть связана с уроком и темой, затрагиванной на уроке, как мы с вами говорили. Речевая разминка поможет дать тон уроку и настроить учащихся на работу. Так, если что-то не так, или что-то стоит добавить, или стоило добавить, обязательно напишите об этом. Я с удовольствием приму всю эту критику, тем более, что у нас с вами предстоят еще два моих вебинара, еще много в этом месте вебинаров наших коллег, поэтому, собственно говоря, обязательно пишите. я надеюсь, что данная тема была для вас актуальна, вы, собственно говоря, обновили информацию. Самое любимое, спасибо, все по теме, никакой воды, и то, что дали толчок к день. Вот это была моя цель, я всегда ставлю цель на вебинарах, и да, вы интересны, спасибо большое. А, собственно говоря, ставлю идею пообщаться с коллегами, обсудить какие-то важные вопросы и дать, собственно говоря, толчок к день. Да, потому что какие-то готовые решения, они не универсальные, как бы это многим не пыталось, многим не казалось. Так, ну, давайте, я как обещал, вот, Людмила Григорьевна пишет, обязательно введу все услышанное до коллег, спасибо. Приводите их к нам на вебинары на EnglishTitchers.ru и, собственно говоря, пускай они ходят к нам на вебинары, общаются на EnglishTitchers.ru и тогда не нужно будет тратить свое время на то, чтобы потом доносить все до них. Хотя это, опять-таки, очень хорошая мысль для методических советов, чтобы не тратить опять-таки свое время. Несколько объявлений, как я обещал. Вот, так, Наталья Котлирова пишет, мне кажется, при выборе разминки по критерию лексика-грамматика нужно исходить из основной цели урока. Согласен. Если планируется больше лексики, можно размяться на грамматике и, наоборот, как бы уравновешивать. Абсолютно согласен. Вот, кстати, хороший вывод, который можно добавить туда в рефлексию. На вечернем вебинаре обязательно устно вашу мысль скажу, потому что он действительно абсолютно верный. Так, несколько объявлений, как я обещал. Очень скоро у нас выйдет у Елены Русиновой, из которой вы очень хорошо знакомы по тренажеру по чтению. Новый тренажер по чтению слова и фразы. Поэтому обратите внимание, следите за новинками, буквально уже на днях выйдет эта книга, я думаю, что многих из вас она очень порадует и понравится. Те, кто уже знакомы с первой книгой Еленой Русиновой, хорошо знают, что это интересное, полезное пособие. Также напоминаю вам, что у нас в интернет-магазине EnglishTeachers.ru точно там же расположен у нас с вами и форум. Появились разные способы доставки, теперь это не только почта России, это и BoxBee, это и SDEC, и PSR, и EMS почта, и постепенно добавляются и другие виды и способы доставки. Поэтому всем очень рекомендую, я лично, когда что-то заказываю, мне SDEC и BoxBee очень нравится, вообще в различных магазинах, поэтому обратите на это внимание, плюс опять-таки обратите внимание на цены, которые всегда стараются быть крайне конкурентными, я думаю, что это вам понравится. Плюс у нас появилось большое количество электронных книг, с аудиозаписями, которые вообще доставляются соответственно буквально в течение двух минут уже на ваш компьютер в виде файла, поэтому без каких-либо ограничений, поэтому также обратите внимание на наш интернет-магазин. Еще одна приятная новость, с которой я вас хочу познакомить, что вот буквально уже очень скоро мы откроем курсы повышения квалификации с выдачей и удостоверения установленного образца. То есть у нас уже есть образовательная лицензия, мы заканчиваем работу над программами. Программы сначала будут достаточно, скажем так, по самым таким актуальным темам, потом уже я думаю, что мы подключим такие курсы и направления, которые будут более узкие. Надеемся, что эти курсы вам понравятся и будут интересными. Вообще, то, что мы готовим, те курсы, те темы, которые в них заложены, они интересные, плюс, опять-таки, каждому блоку будет даваться небольшое количество вопросов и заданий, но все-таки мы постараемся сделать так, чтобы именно эти вопросы не отнимали у вас огромное количество времени, чтобы все-таки вы больше получали пользу, нежели пытались выполнить какие-то домашние задания. Поэтому следите тоже за сообщениями, я думаю, что уже в сентябре мы с вами встретимся еще и в формате вот таких онлайн-курсов. И, как я говорил, все ссылки english-teachers.ru мы в социальных сетях, где также можно перейти и найти все ссылки на форум, на интернет-магазин, там же будут на english-teachers.ru выложены сегодняшние видеозапись и презентации в отдельной теме, поэтому обязательно присоединяйтесь. Также меня Алексей Васильевич просил утром напомнить, что на 27-28 августа пройдет трензи English Games и собственно говорят еще пройдет интересная конференция. Я вам сейчас дам ссылку по этому вопросу. Если будете в Москве или собираетесь в Москву, то можете тоже принять участие. Мы будем крайне рады. Хорошо, спасибо большое, приходите к нам на вебинары, хорошего вам остатка отпуска, еще времени много, набирайтесь сил, набирайтесь энергии, всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... продолжение следует...